А что это Катенька у нас ничего не пьет? Сталин с усмешкой смотрел на Фурцеву. Вокруг звенели стаканами все его сподвижники. Поднимали очередной тост во славу бождя. Екатерина Фурцева взяла в руки стакан с водкой. Я должна им понравиться, думала она. Иначе я среди них не выживу. Она опрокинула стакан и через полчаса уже выплясывала под когот пьяных мужиков. Катька, задирай юбку. Ноги твои оценим. Кричали ей товарищи по партии. Ничего, лишь бы любили. Крутилась в ее голове только одна мысль. Ее сравнивали с Екатериной Великой. Потому что она была единственной женщиной, которая достигла таких высот власти. Мужчины ее любили либо на расстоянии издалека, либо не любили демонстративно. Она была лишена естественного человеческого счастья. Ну и вот расплосил Исаида. Знаменитые люди, чей образ вызывал интерес у миллионов. И их сумасшедшая страсти. Личный демон, борьба с которым хранилась в тайне. Война, в которой выиграть невозможно. В 1965 году Советский Союз посетила мировая звезда и первая красавица Италии Софи Лорен. Приглашала ее лично министр культуры Екатерина Фурцева. На торжественном приеме вся верхушка ЦК КПСС раскрыла рты, когда появилась Софи в платье из знаменитого брюссельского кружева. Таких женщин тут еще не видели. Но по-настоящему все ахнули. Когда в зал вошла Екатерина Фурцева. Наша. Екатерина Екатерина пришла тоже в костюме из кружев, только нашего, логоцкого кружева. И все просто восхищались ее костюмом в манере Коко Шанель. Первая женщина СССР. Всегда одетая с иголочки в заграничных нарядах. Тогда как большинство советских женщин ходили в простеньких ситцевых платьях. Министр культуры Фурцева поражала воображение. Она следила за модой. Даже одной из первых решилась на пластическую операцию. Она занималась теннисом, она плавала, она ходила на лыжах. Она любила все передовое, она хотела. Ей это нравилось. Попробовать, да. Лицо она сделала, подтяжку она сделала. В кулуарах ее сначала называли Мальвиной. За изящество, за красоту, за женственность. Голубоглазая блондинка, красивая. Я там на каблуках бегала по стройкам, смущая строителей своим внешним видом. Но при этом блистательной Екатерине Фурцевой патологически не везло в личной жизни. Они говорили, что она буквально бросается на мужчин. Без стеснения и полунамеков. А они только разбивают ей сердце. Личная жизнь у нее не складывалась. Несмотря на то, что постоянно были мужчины, что мужчины увлекались ею. Но видно, вот свою большую любовь она где-то на этих этапах и пересадках упустила. Однажды Екатерина Фурцева заглянула в современник коллегу Ефремову, которому покровительствовала. Сначала она без стеснения попросила рюмку коньяка. А потом вдруг резко приблизилась на непозволительное для министра расстояние и прямо спросила Ефремова. Мы можем перейти и к более близкому знакомству. У меня же семья! Сын, жена, дом! Он рассказывал, что она была в него влюблена. Он это понимал. Он ей очень нравится. Это он хорошо понимал. Однажды Олег даже признался другу. Я не знаю, что делать. Екатерина Алексеевна спрашивает, нравится ли она мне как женщина. Друг воскликнул. Не вздумай. Она не женщина. Она министр. Беспримерный пример тому, как партии коммунистов. Ну, видимо, она была не в его вкусе все-таки. Потом министр, там такое. Она очень серьезная была. Она хотела, конечно, видимо, очень хорошо его взять, чтобы с ним быть и жить. Ефремов прекрасно понимал. Этот роман не может иметь продолжение. Мало того, он очень опасен. Но как отказать министру? А Фурцева перешла к прямым намекам. А ведь дальше случилось вот что. Рассказывал один человек, что как-то она сидела. И потом сказал, ну, скажи, правда у меня красивые ножки. Говорят, что Ефремову пришлось даже прямо сообщить Екатерине, что он не испытывает к ней влечения. Я вас очень уважаю, заявил он Фурцевой. После этого на рюмочку коньяка она приезжать перестала. Она, говорят, что она была очень грюбчен. Это трудно посчитать. Я только пятерых знаю, мужчины. Пятерых я знаю. Всех я впечатлять не буду. Но личного счастья Екатерина Фурцева так и не обрела. Официально для всей страны она была замужем за дипломатом Николаем Фирюбиным. И это была очень красивая пара. Но простые граждане СССР, конечно, не знали всей правды. Фурцева страдает от постоянных измен. Супруг ее не любит. Называет не иначе, как «вышний сволочок», издеваясь над ее провинциальным происхождением. Но развестись с ним не позволяет положения. Ну, неудобно женщине уже в таком возрасте, на таком посту холостой. Значит, нужно было сделать вид, что они муж и жена, и что у них нормальная семья, и все в порядке, и не надо лезть в наши семейные отношения. Только и всего. И вот этим они прикрывались всю жизнь. И при этом всю жизнь всесильная министра культуры, перед которой трепетали самые именитые режиссеры страны, которая могла открыть любую дверь или, наоборот, навсегда захлопнуть, отчаянно нуждалась в ответной любви. Я думаю, что отсутствие отца нанесло ей травму, которую она шла по жизни. Она всегда нуждалась в мужчине, который был бы рядом. Она всю жизнь искала такого мужчину и не нашла в конечном. И всякий раз это была тяжелая травма. Отец Фурцевой погиб на фронте Первой мировой, когда Кате было всего пять лет. Мать, Матрёна Николаевна, больше не вышла замуж, а посвятила себя детям и общественной деятельности. Мама, посмотри, я нарисовала. Это моя свадьба. Это мой жених. Мать неожиданно выхватила листок. Ты о чем думаешь вообще? Ты человеком сначала стань. Мать еще никогда не была такой грозной. Пошла в угол. Потом уроки. Она такая влазная, дом держала. Она там однажды бельевая веревка, эта христиана, когда-то поздно на даче загулялась где-то с парнями. В юности Екатерина Фурцева мечтала об одном – вырваться из-под контроля матери и обрести рядом любимого мужчину, которого ей так не хватало с детства. Лист регистрации брака. Брака, значит, Фурцевой и Григория Дудкина, где четко обозначены их подписи. Они здесь заявляют, в брак вступают добровольно. О состоянии здоровья мы взаимно осознанулили. Подписи Дудкин, Фурцева. Сведений об этом браке нет в официальной биографии министра культуры. Фурцева впервые вышла замуж за обычного слесаря вот в этом ЗАГСе Кореневского района Курской области. Фурцева Екатерина здесь 19 лет. Именно такой она прибыла в Кореневский район. Она была очень коммуникабельной, очень красивой, очень статной. Бойкую девушку назначили в Кореневку на должность секретаря райкома поднимать сельское хозяйство. Это было начало карьеры. Она попала как-то быстро в группу тех женщин, которых стали продвигать. Полагалось тогда иметь среди секретарей одну женщину. И вот она была, такую женщину, которую подхватили и понесли наверх. Семейная жизнь с Григорием Дудкиным закончилась через 4 месяца после свадьбы. Ну, я знаю, что причины известны. У ней был любовник с цеха в ЛКС. Что лучше, пропадать в деревне замужем за слесарем или построить головокружительную карьеру? Катя долго не выбирала. А вскоре ее перевели в место, о котором тогда можно было только мечтать. Феодосию к морю. Все времена такие назначения не получали просто так. Мы же понимаем, как женщины попадали в комсомол, а потом в партию, так сказать, при советской власти. С помощью чего? Да, конечно, они были яркие, но они были молоды. А руководили-то по большому счету все мужики. До сих пор ходит легенда о том, какие нравы тогда царили в самой верхушке партии. Советская власть поощряла свободные отношения. Например, Сталин не стеснялся флиртовать с женщинами прямо на глазах у собственной жены. Во время банкета в честь Октябрьской революции, которая проходила у Рашилова, люди выпили, Сталин тоже выпил хорошенечко и стал заигрывать с помощью шариков хлебных. простая женщина. Оказавшись в этой среде, Катя не сразу поняла, что она всего лишь игрушка в руках мужчин. Форцева влюблялась практически в каждого своего ухажера. Она отчаянно хотела замуж и мечтала о настоящей семье. Но всякий раз, когда перед ней вставал выбор, Екатерина выбирала карьеру. Над этими фотографиями в 1961 году иронизировал весь мир. Жена американского президента Жаклин Кеннеди встречается с супругой первого секретаря ЦК КПСС Ниной Хрущевой. Много шутили о внешнем облике советских женщин. Но когда на международной арене появилась женщина-министр СССР Екатерина Фурцева, западным скептикам стало не до смеха. Возвольте мне от имени Министерства культуры Советского Союза горячо и сердечно приветствую почетных гостей, прибывших к нам из многих стран мира. Красивая, там статная такая она была вся. И одевалась она, я бы сказала, элегантно очень. Она обладала, безусловно, хорошим вкусом. И никто не знал, какую боль скрывает за улыбкой эта блистательная женщина. Права была мать. Мужчин нельзя подпускать близко. Фурцева в гневе смахнула со стола бокал с шампанским. По лицу размазалась тушь. Она была уже изрядно пьяна. И это был самый несчастный день в ее жизни. Хрущев лишил должности секретаря ЦК КПСС. Назначил министром культуры, как подачку кинул. Фурцева, шатаясь, пошла в ванную. А я не согласна на подачки. Ее взгляд упал на опасную бритву мужа. Николай вторые сутки не ночевал дома. Развлекался с очередной молодой секретаршей. Не буду я жить на подачке, вдруг крикнула Екатерина и полоснула бритвой по венам. Ее перевели в министр культуры. Это меньшая должность, чем та, которая была раньше. И первое самоубийство было как раз вот на этой почве. То есть на почве предательства. Это был настоящий удар от мужчины. Тогда Екатерина Фурцева вскрыла себе вены. Но от смерти ее спасли соседи, вовремя выбив дверь в ванную. А Хрущев еще после этого ее вызвал на политбюро. И еще на президиум. Еще ее там гнобил. Еще достаточно некрасиво там среди всех мужчин заявил, что у него климаксы, поэтому он так себя ведет. Но почему Никита Хрущев позволил себе такие выпады в адрес женщины, которая еще недавно была его самым верным помощником? На благо Родины, на укрепление ее могущества, на, так сказать, страх врагам. В 1953 году, после смерти Сталина, став его преемником, Хрущев сразу приблизил к себе Фурцеву. Это уже был взлет, потому что она фактически стала, можно сказать, хозяйкой Москвы. На кадрах хроники видно, что Фурцева все время рядом с Хрущевым на любых встречах о заседаниях. В народе даже шептались об отнюдь непрофессиональном интересе первого секретаря к своей помощнице. Конечно, слухи ходили, безусловно. То есть, если мужчина принимает женщину постоянно у себя, если он продвигает ее в карьере, безусловно, все тут же решают, что между ними какой-то роман, между что, не просто так все это. Анекдот, который циркулировал интенсивно по Москве о том, как Хрущев требовал вынести раскладушку на Красную площадь, чтобы весь народ убедился, что он безгрешен и никаких к Фурцевой любовных попознавений не испытывает. Однако некоторые эксперты уверяют, роман между Фурцевой и Хрущевым вспыхнул еще в 49-м году, а став первым секретарем, Никита Сергеевич повелел соединить их кабинеты. За кабинетом была комната отдыха, тоже большая, где был диван, можно поспать, где можно было пообедать, позавтракать. И вот кабинеты Хрущева и Фурцевой соприкасались с этими комнатами отдыха. И между ними была дверь. И все в ЦИКА знали об этом. Ну, это был секрет Полишинеля. Никто открыто не говорил, но все знали, что да, она его любовница. В глазах советского народа Никита Хрущев был непогрешим. Все были уверены, для него существует лишь одна женщина, Нина Кухарчок, русская бабушка, как ее называли в зарубежной прессе. При этом Нина Петровна обладала недюжинным умом, знала несколько языков и, как говорят, умела сдерживать вспыльчивый характер мужа. Никита Сергеевич никого, кроме собственной жены, никогда не любил. Вообще этим не интересовался, был занят совершенно другим. Его голова была с утра до вечера занята работой. Никто в СССР не догадывался, что с супругой Никита Хрущев так и не расписался до самой смерти. Они жили в гражданском браке. Никита Хрущев был женат дважды. Первая супруга, рыжеволосая красавица Ефросинья, родила ему сына и дочь, но умерла в 1919 году от тифа. Спустя три года Никита познакомился с Ниной. Внешне непривлекательная девушка обладала железным характером. Нина родила мужа еще троих детей. А в начале 30-х этот брак едва не распался, когда Никита вдруг влюбился в кореглазую пионер-вожатую Перту Котлерова. Он даже пытался вызвать соперника на дуэль. И в принципе дуэль могла уже состоять, уже почти что состоялась. Но только единственное, что Берта, она успела добежать этих дуэлянтов и попросить, чтобы ничего этого не происходило. А в 1950-м году Хрущев забыл о Берте. Он познакомился с синеглазой, длинноногой блондинкой Екатериной Фурцевой. Он снил в ней верность, он снил в ней ее деловые качества. Может быть, ему было приятно находиться в обществе красивой женщины. Говорят, что Фурцева ответила взаимностью исключительно ради карьеры. Неужели первой красавице партии действительно мог понравиться такой мужчина, как Хрущев? Плюгавенький, лысый, низенький, жирный мужчина. Но, с другой стороны, я просто знаю, что все маленькие мужчины обожают высоких, здоровых женщин. Это что-то заложено в генах у всех этих малышей. Любовь зла, полюбишь и Хрущева. Спасибо за то, что вы мне здесь промыли мои мозги. К моменту их знакомства Екатерине было уже 40, а она все еще была одинокая. Личная жизнь Фурцевой не складывалась, хотя Екатерина и совершила несколько попыток создать семью. Она всегда хотела иметь сильного мужчину рядом именно для того, чтобы чувствовать себя спокойным. Не для того, чтобы он ей что-то давал, какие-то блага, а для того, чтобы это был именно мужчина, которому она, как женщина, может дать уют, дом и так далее. Другое дело, что вот судьба сложилась так, что у нее этого не было. Екатерина была не из тех женщин, которые жертвуют личной жизнью в угоду карьеры. Но тем не менее, некоторые эксперты считают, что она не стеснялась пользоваться мужчинами, продвигаясь по служебной лестнице. Разница лишь в том, что в каждого своего ухажера Фурцева искренне влюблялась. Получается явный концы. Еще до того, как имя Екатерины Фурцевой узнала вся страна, до ее взлета по правую руку от Хрущева она успела дважды побывать замужем. И если первый брак 20-летней Кати со слесарем был явно неудачным и очень краткосрочным, то со вторым мужем Петром Битковым Фурцева прожила 10 лет. Они поженились в 30-х годах. Однако и эти отношения закончились разочарованием. Фурцевой было чуть за 20, когда ее направили в Феодосию в обком комсомола. Море, солнце и мужественный летчик-инструктор, который учил ее прыгать с парашютом. Екатерина влюбилась фактически с первого взгляда. Что вы хотите от молодой девчонки? Она же не монашинка. Поэтому это нормальное проявление человеческих чувств и отношений. Фурцева настолько потеряла голову, что ради Петра Биткова даже решилась прервать карьеру и поехала за любимым в Ленинград, где тот преподавал в авиационном училище. Она разрывалась между карьерой и ревностью. Она пыталась везде быть с мужем. Она пыталась совмещать с своей активной общественной деятельностью. Они прожили вместе 10 лет. Но их разлучила война. Биткова призвали на фронт, а Екатерину Фурцеву направили в Куйбышев на должность обычного инструктора. Приезжает Битков на побывку и говорит, что дорогая, я полюбил другую, я к ней ухожу. Это же чудовищная история, весьма типичная для тех времен. Екатерина была на восьмом месяце беременности, и для нее это был страшный удар. Хотя некоторые эксперты считают, что дела обстояли не совсем так. До момента роковой побывки Битков отсутствовал дома 11 месяцев. Фурцева никак не могла быть беременной от него. Может ли быть так, что Екатерина искала спасение от одиночества в объятиях другого мужчины? Сама Фурцева на эту тему молчала. Только уже после смерти матери ее дочь Светлана обмолвилась в интервью. Однажды она сказала, что Битков, то есть ее отец, мужчина, который считался ее отцом, был не биологическим ее отцом. Иначе как еще объяснить невероятный скачок в карьере Екатерины Фурцевой за то время, пока муж был на фронте? Из Куйбышева ее призвали в Москву. Сразу на должность секретаря Фрунзенского райкома. Чтобы понять разницу, нужно представить инструктор в районном комитете Куйбышева это примерно младший лейтенант. должность на которую она попала в Москве вдруг это не просто генерал, это генерал-лейтенант. Рывок. Как такое могло произойти? Есть версия, что отцом единственного ребенка Фурцевой стал Михаил Канунников, первый секретарь Куйбышевского обкома партии. Они познакомились в эвакуации. Михаилу было 40, Екатерине едва за 30. Все будет хорошо, Катя, не переживай. Канунников пытался утешить Фурцеву, которая рыдала у него на плече. Тебя переводят в Москву. Там столько красавиц, и ты думать обо мне забудешь. Я заберу тебя с собой, уверял ее Канунников. рожай и собирай вещи. Скоро, Катя, ты покоришь Москву. И вот Канунников оказывается на работе в управлении кадром. И только он имел юридическую возможность перевести во время войны из Куйбышева у черта на рогах, далеко, на волне, в Москву. Осуждать Екатерину Фурцеву сложно. Она всегда бежала от одиночества и явно страдала в эвакуации без мужа. Очевидно, что патологическое стремление рядом иметь мужчину является очень важным мотивом жизни Екатерины Фурцевой. Была ли на самом деле измена со стороны Биткова? Или эта история с фронтовой женой была выдумана, чтобы прикрыть Роман Фурцевой на стороне? Говорят, что Петр по-настоящему переживал, когда развалился их брак. Всю жизнь он любил Екатерину и умер через пару дней после ее похорон. Возможно, останься она с мужем, ее жизнь пошла бы совсем по-другому. Не было бы громких назначений и триумфального пути на вершину власти. Зато Фурцева прожила бы счастливую жизнь, о которой всегда мечтала. Ей нужна была любовь в 20, в 30, но от силы в 40 лет. И с тем, кто ей равен по возрасту, кто в другой профессии, на другой работе, чтобы можно было поговорить о чем-то общем, но ином, нежели то, что происходит каждый день с 9 до 6. А вот этого она не получила. Она была лишена естественного человеческого счастья. Ну и вот расплатилась за это. Екатерина выбрала карьеру и попала в столичное партийное общество, члены которого отличались разнозданным нравом. А ей не оставалось ничего другого, как стать его частью. пятилетний план будет выполнен досрочно. В этом никакого сомнения нет. Она всегда говорила, я с мужчинами, я тоже пью водку, да. Она, к сожалению, заупотребляла иногда горячетными напитками, что не шло на пользу. Но она была не единственной, в ту пору не осуждалась и не критиковалась. Это было очередное партийное застолье в честь советских побед на фронте. Сталин устраивал такие еженедельно. Теперь на них присутствовала и Фурцева. В разгар торжества порядком захмелевший вождь вдруг начал закидывать соратников помидорами со стола. Покажем фашистской гадине, кричал Сталин. Все натужно смеялись. Когда вождь прицелился в сторону Екатерины, она вдруг вскочила. А пошли вы все к чертовой матери, за столом воцарилась тишина. Гордых мы любим, а женщин особенно, неожиданно произнес Сталин. Ты, Фурцева, далеко пойдешь. Министра культуры СССР Фурцеву называли Екатериной Третьей Великой. В ее свиту мечтали попасть лучшие артисты СССР. Она правила безраздельно почти 14 лет и кардинально изменила культурную жизнь страны. То, что Марлин Дитрих приезжала в Россию, невообразимо было. Еще лет пять назад Марлин Дитрих проходила как враг народу, скорее всего. Тут она приезжает лично с гастролями, выступает несколько раз в Москве, в Петербурге. Фурцева благоволела ко многим опальным артистам и режиссерам, особенно мужчинам. Ходили слухи о влюбчивости министра культуры и многие этим пользовались. Спорим, она потеряет голову. Владимир Высоцкий и его друг Валерий Золотухин ударили по рукам. В тот день в театре на Таганке был закрытый просмотр спектакля. Высоцкий подстерег ее в коридоре. Екатерина Алексеевна, мне очень нужно с вами поговорить. Запишитесь на прием. Фурцева попыталась отделаться дежурной фразой, но актер смущенно протянул ей смятый цветок и заглянул в глаза так, как умел только он. Фурцева мгновенно поддалась с обаянию. Жду завтра в моем кабинете. И будьте один. Екатерина немного дольше, чем следует, задержала рукопожатие. Дала ему номер своей приемной и сказала, что можете звонить в любое время. Неизвестно, что происходило за дверью ее кабинета, но довольно долгое время Высоцкий, чуть ли не единственный в стране, зарабатывал левыми концертами, а в министерстве закрывали на это глаза. Правда, Екатерина Фурцева сменила милость на гнев, едва узнала о романе артиста с Мариной Владей. Разозленная министр даже в сердцах назвала его антисоветчиком. Ее отношение к Высоцкому было основано на ревности. Она ревновала его любовь. Его любовь с Мариной Владей, поэтому она закрывала ему выезд из страны. Она мстила по-женски, капризно, демонстративно игнорировала письма от Высоцкого. Ей сложно было признаться, что она в очередной раз ошиблась. Екатерина Фурцева всю жизнь мечтала о любви, но так и не сумела с ней встретиться. Ее влюблялись мужчины, она жаловалась мужчинам, но быстро все это проходило. В 1956 году 46-летняя Екатерина Фурцева вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал дипломат Николай Фирюбин, статный красавец, любимец женщин. Ради этого брака он даже развелся с первой женой. Их роман с Екатериной длился вот уже пять лет. Правда, некоторые считают, что этот брак тоже был не более чем прикрытием. А Фирюбина для Фурцевой подобрал лично Хрущев. Ну, вы знаете, вот были формальные браки. Потом стали говорить о фиктивных браках. У нее не был фиктивный брак. У нее был формальный брак, ну, по долгу службы. Вот только Хрущев, подбирая кандидатуру, не рассчитывал, что влюбчивая Катя по-настоящему увлечется супругом. Он был человеком очень образованным. Он знал несколько иностранных языков. Он до войны работал в Париже. Она ему была немножко неровнее в смысле вот образования, интеллект. Пока Екатерина не сводила с мужа влюбленный глаз, Никита Хрущев сходил с ума от ревности. Тогда он придумал хитрый ход. Отправил Николая послом в Чехословакию. Женился на Фурцевой Фирюбин, а медовый месяц с ней провел Хрущев. Если бы она не сделала эту карьеру, а просто бы вышла замуж, родила ребенка и жила бы себе жизнь настоящей русской женщиной, как она говорила, она была бы гораздо счастливее. 29 июня 1957 года Никита Хрущев сделал невероятное. Назначил Екатерину Фурцеву полноправным членом президиума ЦК. Это было громкое событие. В следующий раз женщина войдет в состав политбюро уже при Горбачеве. Все начинают с чего-то маленького, а потом развертываются в большое. Пользуясь новым положением, Фурцева первым делом выписала мужа из Праги обратно в Москву. Фирюбину дали пост заместителя министра иностранных дел. Екатерина верила, что с воссоединением семьи она станет счастливой женой. Мечтала о совместных вечерах и прогулках с любимым мужем. Поначалу у них была замечательная жизнь. Она для него парила котлетки, делала мусы. То есть она для него была женщиной. Но время шло, люди старели. В тот день они под ручку пришли на премьеру в театр. Екатерина вся светилась от счастья. Ей делали комплименты. И эта ситуация явно злила Фирюбина. Снова все внимание супруги, а не ему. Когда кто-то подошел поздравить его с семейным событием, накануне дочь Фурцевой Светлана родила ему внучку, Фирюбин с вызовом заявил, плохо быть дедушкой, но еще хуже быть мужем бабушки. Екатерина сделала все, чтобы выглядеть прекрасно. Сделала одну из первых в стране пластических операций. Действительно хорошо выглядела. Но, видимо, ее мужу нравились более молодые дамы. Поэтому там явно чувствовал с его стороны гасли. Она это ощущала и была крайне болезненная. Очень переживала. Екатерина в очередной раз ошиблась с выбором супруга. Она была очарована его обходительностью и не понимала, что Николаев Фирюбина больше интересуют ее должность и возможности, а не она сама. У него всегда должность была несколько ниже ее положения. А он это с трудом переносил. И это стало отражаться на их отношениях. Потому что он завидовал, можно сказать. Это всегда его угнетало. Николай Фирюбин стал изменять жене. На людях он обращался к ней подчеркнуто презрительно. Издевался над ее пробелами в образовании. Мог в компании среди, в том числе ее коллег и ее друзей сказать, что она о нем не заботится, она его не любит, она его не кормит. Он бедный вынужден сам себе владеть рубашкой, сам себе растворимый супчик из бульонного кубика делать. Хотя ее дочь вспоминает, она ему там клюкву протирала каждый день собственными руками. Екатерина Фурцева терпела такое отношение мужа. Развестись им не позволял статус. Ей было невыносимо осознавать, что она в очередной раз стала жертвой предательства мужчины. Но самое страшное ждало Фурцеву впереди. 1957 год. СССР на грани военного переворота и, возможно, новой гражданской войны. Молотов, Маленков и Гаганович подняли бунт против Никиты Хрущева и готовили его свержение. Первого секретаря ЦК КПСС предали даже самые верные соратники типа Брежнева. А спасла его от падения женщина Екатерина Фурцева. На том роковом заседании, когда решалась судьба Хрущева, Фурцева решила рискнуть. Можно мне выйти? Екатерина старалась говорить как можно спокойней, чтобы не выдать свое волнение. Молотов строго глянул поверх очков. А куда это вы собрались? У каждого человека есть естественные потребности. Вокруг раздался гобот. Отпусти ее, а то в штаны надует. Ржали однопартийцы. Фурцева величаво вышла с заседания и бегом бросилась в свой кабинет. Она бросается звонить его сторонникам, вызывать срочно их в Москву. С помощью Жукова, как говорят, выставляют на военных самолетах, уже на следующий день собирается плен в расширенном составе. Большинство за Хрущеву. Хрущеву оставляют группу Молотова, Кагановича и Глюкнушева, к ним Шелепина, снимают со всех постов. Это был смелый шаг. Фурцева наживала себя очень властных врагов. Но она догадывалась, что главным предателем станет тот, кого она спасла. Хрущев. В 60-м году на очередном пленуме ее сняли с должности секретаря ЦК КПСС. Ну, все, как в плохом ВДВЕ. В июне Фурцева и Жукова спасают Хрущева. В октябре пинком Жукова вышибают и из министров, и из Политбюро отовсюду. Все, гуляй, Вася, отдыхай на пенсии. А через два года снимают и Фурцеву и отправляют ее министром культуры. Психологи говорят, что мужчины не любят, когда их видели слабыми. То есть, они любят тех, кого они облагодетельствовали, а вот кто им сделал добро, лучше их убрать подальше. Тем более, если это женщины. Министерство культуры оказалось Екатерине Фурцевой ссылкой. Первое время ее нещадно критиковали. Шолохов позволял себе даже оскорбительное выражение в ее адрес. Такого количества матерных частушек про женщину у нас, по-моему, не про одну не ходило. И всяких замечательных анекдотов из серии «А кто такой Пикассо?» проходите, товарищ министр. Все выступают в «Гонтео», поддерживают, что очень замечательная работа, хорошее произведение. Фурцева и правда поначалу совершила немало ошибок. Она открыто не любила Ролана Быкова. Два фильма с его участием легли на полку и не вышли на экраны. Певцу Валерию Абадзинскому у Фурцева запретила давать концерты в Москве. Клавдия Шульженко тоже изрядно потрепала нервы. Борис Говорят Ливанов, актер МХАТа, большой народный артист Советского Союза, он мог с ней говорить на каких-то таких равных. И когда она сказала, что очень много театров у нас в Москве, нужно вообще что-то делать с этим, и он так по диалогу сказал, «А вы их дустом не пробовали?» Но вскоре критики умолкли. Благодаря Фурцевой на экраны вышла «Кавказская пленница». В столице провели международный кинофестиваль, организовали выставки Шагала и Рериха. Она своей рукой фактически открыла этот железный занавес и в страну стала поступать, то есть подул какой-то ветерок западной культуры. И французское кино, и французский балет, итальянская опера, оказалась вдруг в Советском Союзе. Именно в этой должности Екатерина Фурцева получила все то, чего так страстно желала. Внимание мужчин. К ней приходили актеры и режиссеры, профессионально изображали интерес, делали ей приятность. Именно этого ей так всегда не хватало. Однажды Екатерина Алексеевна вызвала к себе солиста Большого театра Зураба Анджепарица и принялась отчитывать. У тебя любовь с певичкой? Заканчивай, потому что ее муж в неистовстве. Ищи другую любовь. Зураб в сердцах воскликнул. Ей нет равных. И, подумав, добавил, если только вы. В ответ Фурцева залепила ему пощечину. Униженный он пошел к дверям. Но Фурцева попросила его остановиться. Он оглянулся. Она сказала, знаешь, я подумаю, сказала она. Несмотря на большое количество поклонников, Екатерина попала в психологическую зависимость от мужа. Она отчаянно пыталась заслужить его расположение. Но Фирюбин продолжал игнорировать супругу, открыто ей изменял и фактически не появлялся дома. Ей не повезло по-женски. Не сложилась у нее не счастливая семья, не какой-то роман, никто ее не любил. В последние годы Екатерина Фурцева много пила. Этим пользовалось ее окружение, подливая министру спиртное прямо на работе и еще больше усугубляя ее депрессию. Зыкина рассказывала, что да, очень много пила Екатерина Алексеевна и Зыкина меняла стаканы, но вместо вина и водки она подсовывала ей воду. Скорее всего, это были очень тяжелые годы, это были очень несчастные возможные годы. Одинокая женщина в пустой квартире, неуютной квартире. В 1974 году 64-летняя Екатерина Фурцева снова попала в немилость. Леонид Брежнев, который всегда недолюбливал Фурцеву, решил, что ей пора на пенсию. Услышав эту новость, Екатерина воскликнула, я умру министром. В тот же день доброжелатели поведали ей, что у Фирюбина появилась новая любовница. Она понимала, что если она сейчас станет никем, уйдет в политическое небытие, то все те подруги, все женщины высшего эшелона власти в Советском Союзе просто перестанут с ней общаться. И тогда Екатерина приняла принципиальное последнее решение в своей жизни. В тот день Екатерина Фурцева вернулась в пустую квартиру. Позвонила подруге Людмиле Зыкиной. Люда, ты только будь осторожна и прости меня, если что. Потом закрыла за собой дверь в ванную. Одни говорили, что Екатерина Алексеевна приняла горячий душ после немалой дозы алкоголя. Последовал сердечный спазм. Другие уверяли, что она проглотила горсть антидепрессантов. Официальная версия была остановка сердца, сердечная недостаточность. Кто-то говорил об убийстве даже. Предполагали, что она слишком много знала. о сильных мира сего и от нее в конце концов решили избавиться. Всю жизнь Форцева искала любви, но каждый раз ошибалась. Страх одиночества, отсутствие опоры, это то, что мучило ее с детства, не давая покоя, заставляло бросаться в объятия мужчин. Однако каждый раз она получала лишь разочарование и сердце Екатерины Великой не выдержало. КОНЕЦ Продолжение следует...